мы начинаем штабные киберучения это проверка навыков проверка определенных знаний того как действует в нестандартной ситуации или в случае с инцидентом ваша задача отвечать ну либо промолчать это ваше право на тот кейс который дается кумулятивная оценка будет осуществляться жюри которые я хотел бы представить артем калашников финцерт алексей качалин сбербанк алексей новиков нкцки и алексей кубарев стек россии разные представители и регуляторов и бизнеса будут оценивать вас но опять же если вы ошибетесь это не значит что вы сразу попали в список проверок соответствующего регулятора этого не надо бояться здесь ваша задача просто продемонстрировать там свои знания навыки ну и понять самое главное чего вам не хватает и так коллеги мы начинаем итак ваша организация которую вы представляете это гипотетическая организация она не существует для того чтобы никто не узнал себя в ее описание вы представляете финансовую отрасль инновационный банк не имеющий физических офисов оказывающий финансовые услуги через интернет у вас есть свой собственно интернет домен активно использование облачных технологий аутсорсинга третьих лиц для того чтобы снизить издержки клиенты россияне и при бывшие граждане россии которые сейчас живут в россии которые ой в европе которые являются гражданами европы вы руководитель ну в данном случае кто-то из вас капитан команды руководитель именно сока который функционирует уже два года внутри организации то есть это не новое подразделение сок у вас часть службы информационной безопасности которые являются частью службы айти достаточно распространенная ситуация вот в таких исходных данных мы начинаем и собственно первый кейс 20 октября 8 утра ваш колл-центр получает звонки о том что ваш сайт не работает на его главной странице написано что подключение к сайту не защищено злоумышленники могут похитить номера банковских карт так как у колл-центра нет никаких инструкций что делать именно в этом юзкейсе речь идет о проблемах с безопасностью они перекидывают эту проблему на вас для того чтобы вы понимали что это не высосаный из опять же из пальца пример вот реальная ситуация которая сегодня с утра делал скриншот сайта минсвязи то есть как бы вот картинка вполне себе реальная ровно про то что я написал здесь и сказал и написано соответственно вопрос в чем причина данного события я сейчас верну картинку чтобы вы может быть ее более лучше рассмотрели в чем причина этого события и какие ваши действия в данной ситуации как руководителя сока время пошло так команда мы полагаем что основной причиной данной проблемы могло являться проблемы с сертификатом тлс естественно логично такие действия проверка текущего сертификата используя публичные сервисы типа колес сц или лапс по итогам проверки либо используя сервисы лицин типа лицин крипто перевыпусти сертификат написать в уце который нам выпустил текущий сертификат для проверки и контроля после чего или можно лучше параллельно сконтактироваться наши спиара службы использовать заранее который не пресс-релиз по данному случаю уведомить клиентов о данной ситуации о том что произошло и о том что каких-либо рисков они при этом не несут как бы основные действия такие спасибо коллеги есть кому дополнить до команда сбербанка для начала заведем инцидент о том что у нас произошло что-то потом будем разбираться возможно стоит проверить действительно ли это наш домен а не фишинговый потом уже да как коллеги сказали проверять работоспособность сертификата спасибо дефекция так так давайте команда русска да мы добавим что мы бы написали скрипт для колл-центра что отвечать в этой ситуации чтобы клиент не уходил в неопределенности спасибо команда командос кибер командос смотрите по не повторяясь да то есть естественно согласно с тем что же было сказано два момента первый момент это оповещение регулятора финсерта о том что у нас есть проблема и потенциально это проблема безопасности с тем что есть может быть угон домена или что-то еще для расследования и второй момент то что это может быть ситуация как недавно была с геатрастом когда отзывали хром в одностороннем порядке допустим да считая что сематоковские сертификаты скомпрометированы он их одностороннем порядке считает недоверенными и в этом случае если это подтвердить подтвердиться эта гипотеза выдать клиентам по скрипту соответственно рекомендацию пользоваться другими браузерами то есть проверить работу других браузер потому что там допустим хром может перестать работать с сематоковскими сертификатами как недавно спасибо да стейколдер поскольку у нас компания обслуживается граждане евросоюза в случае если это будет подтвержден не инцидент необходимо провести оповещение под gdpr подтвержденный инцидент о чем на сайте заглушку что ведутся технические работы спасибо я хотел бы обратить внимание опять же у нас нет неправильных ответов здесь прозвучала тема семантиковскими сертификатами действительно в данном ситуации это работает только на google хроме семантиковские сертификаты не поддерживаются гуглом они считают их недоверенными поэтому собственно хром именно хром выдает вот такого рода заглушку другие браузера работают вполне себе нормально на чтобы я обратил внимание с точки зрения вот именно соковской темы четкое определение инцидента как бы здесь поможет то что далеко наверное не всегда это инцидент информационной безопасности и четкое разделение того что делает именно сок потому что в начале как бы я уточнил что сок части и b и b часть айти вот поддержка сертификатов или просроченных сертификатов является ли это темой которая находится в зоне компетенции сока это достаточно давняя дискуссия за что отвечает сок у каждой организации свой спектр сервисов которые ложатся на сок поэтому на это обращайте внимание как бы в начале было написано что есть вопросы с подвохом поэтому далеко не все из них наверное стоит очень глубокого исследования и многие вещи просто перекинуть можно на другое подразделение в рамках коммуникационных практик следующий кейс тот же день час спустя колл-центр также сообщает вам что клиенты жалуются что к их счетам в интернете на в интернет банке кто-то получил доступ потом перевел деньги на непонятные счета внешне клиенты среди требуют срочно решить эту проблему грозят пожаловаться в прокуратуру русском надзор и банк россии а также рассказать все средства массовой информации газеты ведомости коммерсанты рейтерс вопрос который как бы вы сейчас должны обсудить кому вы планируете сообщить об этом инциденте если он подтвердится какой тезис от имени какого должностного лица постарается довести ваша компания до клиентов партнеров и сми связи с произошедшим инцидентом если он подтвердится ну и какие каналы коммуникации вы планируете использовать для взаимодействия с целевыми аудиториями антон вы готовы так команда русска до сек отвечает дмитрий кузнецов кому планируете сообщить сперва внутренней коммуникации это датват экшен офисера в рамках gdpr и замкурирующий зампредправления ну соответственно сообщаем инциденте дальше уже по решению зампредправления привлекаются айти директор фронт мониторинг внутренний контроль юристы пресс-служба плюс по мере необходимости будут добавляем дополнительных внешней коммуникации мы сообщаем теперь дэй дэй protection authority той стороны в которой осуществляются обработка персональных данных в рамках gdpr в россии сообщаем финцерты нкцк и это из обязательных это минимум минимально необходимый набор тезис от имени должностного лица соответственно это скорее всего пресс-релиз от имени руководства банка ну то есть может быть правление или кто у нас опять же кто-то из зампреда правления доносим что произошел киберинцидент были скомпрометированы некоторые персональные данные возможны фродовые операции по счетам клиентов разбираемся как бы окончательно информация не ясна то есть сообщаем клиентам только то что что они должны внимательно относиться к смс ком операциях которые проводятся каналы коммуникации это пресс или средств средств массовых информации и официальные каналы взаимодействия с перечисленными регуляторами спасибо всего того что мы интернет банк каналы коммуникации это должен быть в первую очередь сайт если это мобильное предложение с мобильным приложением также еще можно было отметить что в силу того что есть у нас федеральный закон о национальной платежной системе по которому банки должны будут вернуть деньги которые похищены то есть ответить отметить пресс-релизе что клиенты не несут потенциальных рисков утери средств спасибо можно уведомить клиентов через соцсети с помощью менеджера и дополнительно извести клиенты можно что вы делаете что мы делаем да и дополнительно извещаем клиентам что временно приостановлены платежи через систему дбо мы уведомляем клиентов необходимость соблюдения памятки безопасности либо требований соблюдать требования безопасности при использовании электронных средств платежа чтобы избежать рисков соответственно тех кого может коснуться будущем и хотели бы отметить что мы обратимся в правоохранительные органы по факту подтвержденных соответственно случаев мошенничества перед уведомлением председателя мы вы собирали кризисный комитет в нашем нашем банке да и решали бы задачу выпустить пресс-релиза ну и в какие каналы то есть не председателя эту задачу как бы сваливали она кризисный комитет спасибо добавим еще смс-оповещение для клиентов у которых произошла компрометация счетов переходим к следующему кейсу следующий кейс в процессе расследования инцидента выяснилось что один из скриптов на веб-сайте содержит вредоносную часть которая собственно крадет данные учетных записи клиентов и передает их не установленным лицам последнее время такого рода кейсов было достаточно много примерно так выглядит вот эта вредоносная часть в скриптах добавленная злоумышленниками вот соответственно вопрос перечислите действия технического характера в данной ситуации первым делом мы ставим заглушку на сайт что у нас возникли проблемы технические и требуется время для их устранения потом проверяем на уязвимости наше в приложение далее мы устраняем брешь в коде которые допустили восстанавливаем работу сайта и приносим свои извинения клиентам и мониторим дополнительно площадки для торговли персональными данными на появление наших данных спасибо из того что дополнить хотел бы сказать что мы дополнительно проверяем остальные скрипты на сайте на наличие этого же вредоносного фрагмента проверяем папки и возможные уязвимости на сайте на предмет поиска пути появления там этого вредоносного скрипта соответственно получаем статистику по пользователям заходившим на сайт и попыткам перевода по реквизитам под было с период за с 8 утра и до момента вот 11 43 чтобы понять и максимально снизить уровень фрода вот и наверное это вот из основного все спасибо drop table мы воспользуемся уже существующим роллбоком сока по данной ситуации и в первую очередь таких ситуациях необходимо снять дам памяти и снапшот для следующего расследования после того как мы поймем когда именно появился откатиться на предыдущий бэкап который не содержит данного скрипта параллельно вести расследование как сделать так чтобы эта ситуация не повторилась естественно это по роллбоку это уведомление органы зампреда и безусловно это обращение правоохранительные органы с расследованием и пиар стоит на естественно то есть риски как ввести себя клиентом чтобы такое повторилось в будущем необходимо будет также мы соответственно сделаем в рамках расследования выясним что конкретно похищена какой объем персональных данных уведомим физлиц кому они принадлежат соответствие законодательством россии евросоюза и в технической части проведем соответственно анализ кода выясним кто конкретный билд когда выкладывал то есть определим ответственных таким путем за появление этого кода на сайте если это были внутренние какие-то нарушители но если внешне соответственно другая процедура я бы еще добавил что после того как мы расследуем инцидент все-таки надо проверить а как так получилось что уязвимый сайт оказался доступен снаружи где-то у нас жизненном цикле были проблемы это интернет-банк а это интернет-банк разница оружие он доступен почему почему в его жизненном цикле не было анализа уязвимостей до того как мы модернизированные сайту сделали доступ я бы еще обратил внимание на мониторинг изменений конфигурации на сайте как собственно один из элементов отслеживания такого рода вещей следующий кейс у нас четвертый тот же день точнее следующий день клиенты вновь начинают звонить ваш колл-центр с той же проблемой выясняется что на том же самом сайте опять в скриптах найдено вредоносное содержание то есть примерно это вот выглядит таким же образом вредоносный код тех скриптах которые предыдущий день вы вычистили соответственно вопрос в чем причина повторного появления вредоносного скрипта у вас на сайте так очевидные причины почему такое случилось мы не устранили уязвимость который воспользовались до умышленники до этого соответственно мы либо не пропащили софт либо не устранили конфигурацию либо но что маловероятно это какой-то либо не не обнаружены и зерады или или проблема на стороне аутсорсера которую мы покупаем данный сервис возможно появление до повторной уязвимости и при поднятии с бэкапа она была изначально ее просто снова про использовали соответственно уязвимость не нашли не устранили которая неизвестна было следующее дополнительно это где-то все-таки не нашли не проверили нормально права на папке на доступ и туда просто прогружают нужные файлы и они дальше работают скомпрометирован одна из учетных привилегированных учетных данных сайта и облачного сервиса либо на которой на которой это лежит это мало бы другая уязвимость которая позволила поменять собственно код или скрипт это могло быть восстановились низкой версии с бэкапа который содержал то же самое уязвимость уже было либо вы может быть внутренний нарушитель который повторно внес то же самое надежде еще раз работать я добавлю еще у нас инфраструктуру в облаках посмотрим кто имеет доступ к нашему облаку помониторим что там происходит возможно тоже внутренний нарушитель помимо всего прочего я предложил предположил что наша инфраструктура уже полностью скомпрометирована да это не просто привилегированные учетные записи то есть это может быть могут быть затроянины и хосты это может быть наличие контролируемого нарушителем enterprise админа в нашем домене то есть уже проводил бы полное расследование в отношении своей собственной инфраструктуры вообще мы ее сами контролируем или это за нас делает кто-то другой я бы еще обратил ваше внимание вот на эти два скриншота которые были сделаны первый собственно показывает красной стрелкой что на сайте используется внешний скрипт который подгружается с внешнего сайта и внизу собственно сам пример этого вредоносного скрипта то есть данном кейсе собственно ломали не веб-сайт банка внешнюю площадку на которой скрипты находился который подгружался на сайт последнее время регулярно происходят кейсы с хакерской группировкой мэйдж карт который собственно таким образом и ломает организации взламывая как бы сайты третьих фирм взламывая как бы подменяя либо добавляя вредоносную вставляющую в скрипты и собственно эти скрипты потом подгружаются крупными компаниями так было с british airways в сентябре этого года так было с тикет мастером ну и со многими другими компаниями то есть как бы через сайты третьих фирм они через непосредственно ваш ресурс с british airways ситуация была еще хуже там взломали через cdn то есть через кэширующие сервера которые хранили данную информацию взломали именно их и взлом коснулся не всех клиентов british airways а только небольшой группы регионально привязанных конкретному сиден у нас небольшой вброс в рамках вашего как бы обсуждения в рамках информационного взаимодействия обмена от финцерты от госсопки от нкцк и вы получаете бюллетень в котором собственно рассказывается о хакерской группе мэйдж карт которая атакует таким образом веб-сайт и вы получаете список индикаторов компрометации вопрос примерно так это выглядит что вы будете делать с этими индикаторами компрометации которые вы получили мы очевидная вещь загрузить эти категороме то существующей систему сием проверить их все имя по итогам анализа либо все имя если нет друг сиема используем средства типа локи пишем линия к основной сигнатуры прогоняем по своей инфраструктуре по итогам анализа понимаем есть рекомендуемые в рассылке финсерта уведомляем финсерта ну и далее все по плану коммуникации которые у нас наверняка есть мы же сок передовой сок интернет-банк инсерт еще рассылает машиночитаемые форматы можно их добавлять напрямую в системы айдес и иные во вторых нужно проверить содержимое собственно этих вот сайтов которые разослали и оценить насколько они релеванты для именно вашей организации то есть следует ли их блокировать или нет если вы их блокируете соответственно у вас организация какое-то время защищена в зависимости от того что у нас есть там cm-система с мониторинг дальнейшее обращение к этим ресурсам первое что мы сделаем это ретерспективный анализ cm-системе это было далее вправка на все активные средства межсетевые экраны прокси периметровые до средства и на идиар для поиска на рабочие тоже было коллеги не повторяемся прошу если подтвердилась соответствующий инцидент то взаимодействие с финсертом обратную сторону вдобавок ко всему рекомендуем финсерту поднять вопрос перед координационным центром разделегировать домен зону со а инкарской рекомендуем наверно засинхолить этот домен чтобы масштабы хотя бы поняли заражение если она есть внутри россии спасибо на чтобы я еще обратил внимание на проактивное как бы отслеживание как бы такого рода вещей потому что данный по мэдж карт появились еще в 2017 году и по идее данные индикаторы должны были быть уже в наличии высокие для того чтобы как бы заранее отслеживать такого рода вещи то есть red intelligence это не только реактивная вещь но и проактивная ситуация номер пять на специально созданный вами адрес который вы заранее подготовили вы получаете запрос от регулятора уполномоченного органа по персональным данным республики болгария с требованием дать и разъяснение по факту утечки персональных данных граждан евросоюза перечислите все ваши действия по регламенту допускается что если на момент обращения регулятора у нас нет всей полной информации мы предоставим всю имеющуюся информацию по данному инциденту то есть запросим оперативную информацию по данному обращению регулятора и сообщим что позднее дошлем необходимую информацию но естественно еще раз мой передовой сок пойдем по разработанную раннюю rollbook и соответственно уведомим данном обращении своих родных регуляторов еще до того как мы с этим столкнулись у нас должны быть разработаны регламенты то есть у нас должен быть data protection officer и должны быть разработаны процедуры как именно мы взаимодействуем с уполномоченными органами стран евросоюза в данном случае мы сообщим ответим уполномоченным органам болгарскому о том что мы информацию приняли проводим расследование если будет установлен факт компрометации персональных данных соответственно в соответствии с gdpr мы примем все предусмотренные действия дополнительно готовимся давать ответы на то какие именно меры защиты в рамках gdpr мы приняли для того чтобы впоследствии продемонстрировать что мы не нарушили законодательство и не нарушили требования регуляторов евросоюза спасибо на каком языке общаетесь болгарами каком на английском если они готовы на русском то все равно плод на 2 спасибо да сбербанк проверим еще они фишинг ли это не фишинг ли это хорошо лев дополним много диму мы согласуем коммуникацию с юридическим департаментом известим руководство компании и известим также инской инка sky да а взаимодействие с иностранными организациями и понял спасибо у нас уже прошло половина как бы кейсов за три дня в организации произошло достаточно много всего вы четыре раза уже потревожили председателя правления трижды уведомили своих клиентов о том что у вас проблемы но вы их решаете ситуация номер 6 вы прочитали в газете коммерсант что у вашего банка проблемы у вас уже во второй раз за последнее время взламывают и утекают данные издание утверждает что часть клиентских данных размещена на сайте postebin.com вот примерно так это может быть написано газеты коммерсант как она это сделала несколько дней назад в отношении одной из финансовых организаций вот так это может выглядеть на сайте postebin где выложены логин и пароли утекший из одной из организаций соответственно вопрос перечислите ваши действия не технического характера в данной ситуации когда уже статья в сми опубликована очевидная вещь это нашему соку проверить насколько данные на вложенном сайте postebin соответствует реальности если они реально совпадают с тем что есть это в пресс-релизе мы указываем уважаемым клиентам что у нас произошла утечка необходимо провести плен операции список действий по рекомендациям сока мы выдаем в части если эта информация не подтверждается мы просим дать коммерсант уточнение по данной статье если коммерсант отказывается используем официальные сми либо наш официальный сайт основные действия такие во-первых мы сообщаем нашу службу по коммуникациям с сми о том что необходимо туда поехать и разобраться вообще зачем делают такой вброс туда куда в коммерсант а служба внешней коммуникации потом мы идем на сайт на котором выложены наши данные убеждая пытаемся убедиться это наши данные или нет если нет то опять вопрос коммерсанту еще дополнительно если это все-таки наши контактируем с администрации сайта пытаемся уточнить уточняем информацию о том откуда эти данные были залиты дальше сообщаем в правоохранительные органы и вместе с ними доведем дальнейшее расследование этого инцидента алексей на самом деле нас не видит вообще поэтому в предыдущие разы компенсация не на самом деле кроме всех предыдущих моментов мы еще наверное бы провели бы я не очень понял из предыдущего варианта провело бы провели бы не блокировку этой непосредственной публикации на постебине а не просто выяснение там кто кто и что соответственно и поиск по открытым источникам где еще возможно сплыла подобная же вещь то есть на других ресурсах кроме постебина в интернете мониторинг да второй момент это мы бы принудительно принудительно сменили все и заблокировали бы из принудительной смены все соответствующие учетные записи если они подтверждены подтверждена их учет утечка и соответственно уведомили бы клиентов о необходимости смены своих креденшалс дополни немножко что сказали коллеги согласовать с руководством банка и пиара службы коммуникацию персонально с клиентами и предложить им какие-то плюшки связи с этим инцидентом материальные до клиентом либо материально либо ним нематериальные виде пониженных процентов по кредиту повышенным по депозиту и так далее но я бы изменила изменил ответ про взаимодействие я бы не стал там выяснять отношения с коммерсантом а позвонил бы корреспондент наверняка пресс-служба уже должна с такими изданиями достаточно хорошие контакты поэтому это было звонок вероник вот их сперва обратилась к нам потом писала статью если вероника в зале да она как бы почувствует в вашу любовь на самом деле то есть мы должны помнить что такие такие публикации они забываются достаточно быстро и нам нужно быть готовыми сделать какой-то новый информационный повод чтобы наш наш банк упоминался совсем друг в другом ключе это может быть выходного продукта это может быть там опять же несколько хороших публикаций о том какие мы технологичные и так далее то есть отвлечь внимание общественности от этого инцидента там через две-три недели через месяц что-то центральная клиническая больница у нас молчит все время скоростью реакции не отличаемся пока железной дороги да не аэрофлот согласен так идем дальше номеру два вброс параллельно публикации в сми пока вы разбираетесь вероника из коммерсанта к вам пришла проверка прокуратуры в рамках надзорных мероприятий по линии закона о безопасности критической информационной инфраструктуры выявила нарушение 239 приказов стек точнее пункта номер 31 который заключается в том что у вас осуществляется передача разработчику средств защиты информации без контроля со стороны субъекта когда вы стали выяснять что же имела в виду прокуратура выяснилось что ваше средство защиты отдают данные в песочницу облачную вы не знаете что туда отдается это делается автоматично соответственно ваши действия очевидная вещь то есть надо понять мы вообще субъектки или нет и на основании вам ссылок на нормативные документы отправить информацию регулятор о том что мы киевники по факту данной проблемы опять-таки за ссылкой весь 39 приказ обоснуем то что данное требование выполняется или не принадлежит выполнению нашем банке смысле какое требование выполняется пункт 30123 это приказа выполняется ли что он для нас либо актуально если мы субъект применима до либо если применимо мы докажем что он выполняется если не применимо укажем на это регулятору и учитывая силу того что у нас уже слишком много ситуации в области безопасности сообщим коллегами скажи про секьюрити что возможно наши конкуренты под раскопают и необходимо привлечь какую-то компанию для оценки корректности действий наших конкурентов немножко развеем обстановку значит для начала мы свяжемся с юрслужбой проконсультируемся с нашими коллегами призовем шаг номер два готовим сухари что готовимся сухари сушим а сухари по какой из частей по 2 у нас версия по поводу во первых мы легитимности проведения проверки то есть надзорные функции пока еще не вступили соответственно здесь может быть только факт инцидента и соответствующего уже обращение вот так ну и разбирались бы еще параллельно над этим вопросом прежде всего я поднял бы акты категорирования и посмотрел а является ли эта песочница частью значимого объекта киев потому что если не является 1239 приказ как бы он к ней никакого отношения не имеет если наша песочница является частью значимого объекта киев тогда на этот объект киев должна быть проектной документации в этой проектной документации должно быть прописано какая информация передается почему она передается и как мы как субъект киев контролируем то есть мы отметаем а претензии в том что передача происходит без нашего контроля помимо этого мы не паникуем потому что нет инцидента который привел бы к ущербу поэтому статья 274 1 к нам точно не относится максимум что прокуратура может сделать это предписание об устранении нарушения 239 приказа если как бы это требование было бы для нас обязательно но я не помню на самом деле 31 пункт такой есть здесь есть но вот вкратце так мы пожалуй кроме уточнения как коллеги сказали просмотра на проектной документации посмотрим договор с тем субъектом кто владелец этой облачной песочнице кому мы собственно передаем данные и что там указано на основании чего что мы передаем как мы это контролируем если соответственно там недостаточно оснований претензии прокуратуры корректны то внесем изменения в этот договор так чтобы все было законно и соблюдалось и так следующий кейс кейс номер семь это уже четверг у вас работала система защиты периметра которая уведомила вас о странных днс запросах идущих с айфона вашего председателя правления подключенного к внутренней беспроводной сети беспроводной сети подключен айфон не председатель правления я думаю это понятно из данного текста картинка на вашей системе защиты выглядит вот таким вот образом прошу обратить на нее внимание чтобы не было ответов раньше времени вопрос что необходимо сделать при расследовании данной ситуации первое это уведомить председателя правления об инциденте соответственно по возможности изъять у него телефон для что само по себе является нетривиальной вещью для расследования астана соответственно прекратить его доступ к беспроводной сети для того чтобы просто банально избежать текущих проблем то есть мы блокируем возможный доступ злоумышленников либо войдоносного пола который находится на телефоне во внешний мир ну и соответственно дальше мы изымаем у него телефон для расследования и точку доступа само собой проверяем видим что это сгенерировано автоматически и видим что пусть это опять раз председатель праве управления с папа смотрим по другим логом действительно ли это его айпи адресы он ли его получил вот потом еще посмотрим нету ли у нас из других айпи адресов обращение к этим доменам кроме очевидного что это дга домен необходимо оценить насколько критичные операции были затектированы с от имени писать управление наших системах то есть если есть какие-то поздравления что реально что-то сделала с помощью телефона айфона писатель управления то их видимо нужно будет расследовать при необходимости попытаться их обратить по поводу того что взять телефон на это крайне сложно лучше сделать причине лаборатории снимок телефона для расследования и дальше на основании этого действовать и что нюанс что коммуникации специальное направление лучше поручить человеку который способен перевести технические термины в термины понятные руководитель высокого уровня для того чтобы была корректная оценка твоих действий и прилог максимального результата важно здесь нашем случае не отключать этот телефон от внутренней корпоративной сети потому что мы хотя бы контролируем и видим что там происходит если мы его отключим и дальше это будет работать через 3g это будет уже неконтролируемая ситуация второй момент то что это теоретически может быть инцидент утечки информации бывают такие кейсы когда вот эти рандомные условные ресурсы в интернете да и в них закодирована определенная там я знаю вплоть до номеров кредитных карт и в этом случае это может быть такой кейс и тогда расследование данном случае должно быть уже в эту сторону двигаться то есть каким образом эти данные попали злоумышленнику и компрометация непосредственно уже того тех баз данных где у нас хранятся кредитные карты например если это будет выяснено на что я бы хотел обратить ваше внимание вот в этом кейсе это второй адрес наверное как бы вы не внимательно смотрели там домен принципе невозможный чисто технически по правилам которая начинается после точки с дефиса вот и на самом деле все правильно говорили как бы но это абсолютно легальная взаимодействие ios так действует для того чтобы проверить во внутренней сети он находится либо во внешней надо ли ему поднимать vpn для определенных ресурсов то есть это в данном случае вполне легальная dns активность хотя похоже на рандомные диджей домены которые могут говорить о наличии инцидента и нового кода следующий вброс следующее дополнение в процессе проведения вами расследования вы общаетесь с председателем правления он уже вас настолько любит и привык за последние четыре дня что он уже пригласил вас к себе в кабинет он сообщил что кто-то попытался атаковать его аккаунт gmail неделю назад он получил от gmail уведомление о необходимости сменить пароль на почту он показал вам это письмо от джимейла от гугла ну и соответственно предправление сделал все как было написано в письме соответственно ваша задача прокомментировать что происходило первой была русска десек но классический спир фишинг мы видим фейковый домен вместо gq соответственно председатель сам нам сказал что он на это письмо отреагировал выполнился инструкции соответственно выполняю выясняем с какого устройства он это сделал своего того самого айфона или же с рабочего компа если с айфона то соответственно смотрим какие данные могли бы быть скомпрометированы если это с рабочего компа то мы должны сильно подозревать что например через активное содержимое письма мама мог быть получен доступ к самому компьютеру то есть к председателю правления уже скомпрометировано ну и дальше уже начинаем расследование внутри чечи чисто технически ну очевидно то есть нужно прогнать сделать это его ком и прогнать кто еще такие письма получилось это может быть не только один наше отправление письма получил письмо нужно получить оригинал заголовками для анализа или отправки финсерт вместе с уведомлением коллеги ответили правильно то есть зависит от того где человеку эти инструкции выполнил то есть кратко еще раз и оки уведомления коллегам и все-таки заголовки технические сохранить для анализа для понимания кто откуда зачем почему нас атаковала на дополни немного если наш глубоко уважаемый писатель правления выполнил все действия фишинговом письме как мы предполагаем следующий шаг с помощью джимейла выйти из аккаунта раздели чтобы со всех устройств было дает инфицирован и принудительно поменять пароль и включить факторную аутентификацию на джиме или и уточнить у господина директора председателя правления не использует ли он джимейл в рабочих целях если использует то порекомендовать использовать все таки корпоративную почту и убедить его удалить информацию из джимейла тут мы видим что это была личная почта нашего председателя правления вот и тут бы следовало уточнить используют ли что не рекомендуется крайне информационной безопасностью один и тот же пароль для корпоративных учетных записей и для своей личной и внимательно смотрят на алексея и если не рекомендуется но если он следует нашим требованиям может закон послушный скажем так это здание вот то мы считаем что наш его его доменную учетная запись в порядке то есть она не скомпрометирована и рекомендуем его во всех других веб-сервисах где он использует свой джимейловский аккаунт сменить пароль ну я попробовать вернуть его ящик потому что действительно может быть для него важен до просмотреть предложить ему написать заявление о правоохранительные органы как частным лицу какие-то нарушения законодательства а убедиться в том что в его ящик не было корпоративной какой-то переписки попросить его там посмотреть или чтоб он убедился подтвердил это ну как бы провести какой-то базовый тренинг что нельзя отвечать на какие письма спасибо и еще важное да можно поделиться участниковый рынок там через тоже финсерт потому что это может быть атакой на собственно сам банк через личный аккаунт этого представителя управления идем дальше я хотел бы прокомментировать тот кейс айфоном чтобы вы увидели как бы официальный ответ служб поддержки apple что это ожидаемое поведение хотя понятно что она но очень сильно похоже на вредоносное и еще один как бы кейс он тоже как бы достаточно популярный в организации который активно использует chrome у себя в организациях это так называемый dns префечен когда в процессе набора имени сайта там домена в строке браузера у вас браузер начинает сразу проверять эти домены до момента финального набора поэтому вас регулярно будут появляться совершенно непонятные домены в 7 либо в других средствах мониторинга которые могут выглядеть как даже вредоносные хотя на самом деле таковыми не являться например если вы там вы заходите на сайт cnn то у вас в начале будет проверяться 3w.c домен потом 3w.cn домен китайский и только потом 3w cnn а вот для многих 7 of это может срабатывать как триггер как доступ к непонятным может быть и вредоносным ресурсам ситуация 8 это пятница нет четверг еще вы находитесь в ресторане празднуете день рождения своей жены вот раздается звонок от вашего руководителя я напоминаю что вы подчиняетесь айти службе банка который рассказывает что ему позвонил председатель правления сообщил что его домашний ноутбук на винде зашифрован он принес его на работу включил позвонил сио и попросил его разобраться решить проблему силу понятно что делегирует эту задачу вам соответственно вопрос перечислите ваши действия первое нам надо выяснить можно без применения пыток просто путем опроса подключался ли этот ноутбук корпоративной сети это первое и что нужно выполнить незамедлительно это из ресторана ну позвонить дежурной смене это называется и получить объективную картину происходящего в банке второе соответственно изъять ноутбук для проверки посмотреть какой там шифровальщик был использован соответственно если мы знаем какой и есть методы расшифровки то расшифровываем если не знаем то соответственно снимаем дам ноутбук соответственно перезаливаем возвращаем хозяина дам снимается для дальнейшего либо расследования либо если нам станут известны ключи для расшифровки кроме очевидных вещей снятия дам по памяти диска это первое очень необходимо проверить были подмаплены какие-либо сетевые ресурсы на ноутбук в том числе файловые если да то это нужно бежать проверять эти файлы ресурсы живы ли там файлы при необходимости отличать ноутбук возвращаться к бэкапу файловых ресурсов если пока он не перезатёрся за выходные также в части помощи с личным ноутбуком это использование известных индикаторов которые позволят установить какой именно шифровальщик использовался раньше был такой отличный сайт новым рэнсом при партнерстве лаборатория касперского и европола сейчас лаборатория касперского к сожалению с ним закончила отношения но отличный сайт где можно по образцам вареносного па и на шифровальщиков его получить дешифратор готовый либо уже и точно идентифицировать что именно было снова как какой шифровальщик ну и естественно то есть действенно направлен на предотвращение данной ситуации будущем то есть установка проверка что стоит актуальные патчи не используются небезопасно соединения ну и далее по нашему прекрасному руку которая есть нашим передовым сроки также мы посмотрим стоял ли корпоративная в пола на ноутбуке начальник или вообще какой-то около и домашний ноутбук но на домашнем ноутбуке вполне возможно такая ситуация и заодно посмотрим есть получим хэш этого процесс который шифрует данные и проверим по нашей базе ок существует ли он у нас чтобы если это какая-то новая если это какой-то новый в по чтобы на него тоже реагирует спасибо изменимся перед женой неудобно заниматься всем этим находясь в ресторане женой поэтому передадим это дед дежурной службе и закончим празднование рождения же действительно это не корпоративное устройство и соответственно инцидент не является институт информационной безопасности мы поговорим с председателем о том насколько критично ему на этих выходных работают ноутбуки если это критично мы поговорим дежурной службы чтобы они привезли ему подменный ноутбук на котором будет работать на этих выходных а в понедельник спокойно извиняем устройство и будем с ним работать то есть никаких пожарных действий предпринимать кроме доставки ему подменного не будем я могу дополнить судя по всему представитель правления нас уже неплохо знает мы к нему часто заходим и можно при очередной встрече сказать что у нас очень много инцидентов и в принципе если бы наш департамент был отдельно отойти то может быть часть инцидентов удалось бы избежать понял спасибо ситуация номер девять мы подходим уже плавно к завершению это пятница конец рабочего нет точнее не конец рабочего практически уже полночь установлены у вас продукт класса анализатора трафика который занимается анализом netflow существующей инфраструктуры фиксирует рост зашифрованного трафика с внутреннего узла направленного на ваш многострадальный веб-сервер выглядит это примерно вот таким вот образом как бы триггеры объемы трафика указания с сэйча по которому идет как бы огромные данные там 160 гигабайт данных которые передаются три вопроса что может быть причиной данного явления составить список потенциальных способов попадания вредоносного по на внутренние сервера вы можете их даже записывать и предложить варианты мониторинга зашифрованного соединения три вопроса чем полнее список потенциальных способов тем лучше на самом деле это не имеет значение какие-то мальфунки имеет значение что может быть причиной данного явления причин может быть несколько первое например это выкатка какого-то нового сервиса про который мы как служба и бы по какой-то причине чего-то не знаем второе это внутренний нарушитель то есть это попытка кражи информации либо ее вывода наружу то есть либо кража перегоном с какого-то ресурса на какой-то да там с последующим выводом либо вывод и и через какой-то ресурс наружу это как вариант backup то есть про который мы либо не знаем либо это новое что-то и четвертое это работа вредоносного по то есть это не внутренний нарушитель а внешний нарушитель который используя вредоносный по опять таки выводит информацию соответственно второй вопрос состав список потенциальных способов попадания вредоносного пола на внутренний сервис смотрим взяв эту систему какие были обращения последовательно сопутствующие этим флоу то есть этим потоком с этого сервиса и да соотносим это с данными журналов и дежурная смена запрашивает данные журналов сопутствующие этим флоу делают делать соответственно корреляции и находят источник заражения как минимум всю цепочку откуда началось и где закончилась вариантов мониторинга зашифрованных соединений не очень много сейчас всего несколько компаний по пальцам одной руки представляют коммерческие решения и есть один или два не коммерческих решений в частности библиотека joy которая была сделана сотрудниками циска и доступна снаружи можно использовать бесплатные классификаторы для поиска известного вредоносного пола как вариант мы помню что мы интернет-банк что у нас много сервис отдана на аутсорсинг ночью часто делаются бэкапы то есть необходимо проверить какие сервисы легитимно могли в это время использовать зашифрованный канал для передачи объема информации который превышает обычный или стандартный ну например в степи бы капицу по поводу списка способов попадания приносно пола внутри сервера это может быть от того что каким-то какой-либо причине был открыт доступ сеть интернет скажем по ошибке администратора это может быть причина коллеги из который предложил коллега из компании позитив техноножность то есть нас полос скомпрометировали у нас к примеру все сервера но это печальный путь потом это проникновение какой-то новые угрозы то есть например если у нас внутренний сервер но самый простой это например использование известных портов для реносного поводу то же самого на край открытый 45 порт например то есть еще раз нас полоска скомпрометировали ошибка администратора возможно также в силу того что мы компания который нанимает на людей на аутсорсинг это скомпрометация инфраструктуры либо соседнего сервиса например который у нас хочется на в облаке скажем был скомпрометирован соседний сервер на данном хостинге по поводу вариантов мониторинга кроме того joy по факту это сервис который анализирует мета данные то есть необходимо если ты состоятельный банк то ты берешь логи из стелс-вотча с библиотекой joy и анализируешь логи с этого решения если ты не такой состоятельный то ты открываешь логи netflow и пытаешься сравнить данные по профилю трафика с инцидента с профилем трафика который у тебя был предыдущие дни либо совпадает либо не совпадает и параллельно пытаешься проанализировать мета данные трафика то есть там заголовки тлс то есть насколько они соответствуют известными как компрометации насколько они подозрительные кратко все спасибо спасибо очевидно да что это еще но поведенческий анализ это если мы богатый банк у нас есть решение которое автоматическом режиме анализирует профили трафика и детектирует известные аномалии на основании этого принять решение я еще раз как бы прошу все-таки список потенциальных способов попадания вредоносного кода возможно проводились работы каким-нибудь администратором на сервере ему не было необходимо ставить юсб флешку там или жесткий диск зараженный в сервер вот либо если это там например виндовый сервер и он подключен если это например какой-нибудь сервер с которого возможно отправка получения почты могло залететь по внутренней почты ну и по-моему по самбе уже говорилось здесь то по причине данного явления но еще раз мы хотели подчеркнуть что это может быть легитимная активность то есть техническое окно наши доблестные усорсеры которые поддерживают какие-то наши сервисы в облаке и они там какие-то работы проводят нас не уведомили ну и другие вариант которые оговорились по списку несколько вариантов добавим то есть но во первых это может быть все самые технические работы с внешней стороны включая в том числе какие-то уязвимости в коде когда у нас есть какие-то с гитхаба скачены или прочие опенсорсные куски кода но и соответственно там уже есть какая-то уязвимость это может быть внутренний какой-то apt но это понятно уже говорилось частично может быть xss уязвимость это может быть какое-то фронтовое приложение в котором есть возможность загрузки файлов напрямую например на какие-то шердфолдеры или куда-то еще какие-то базы соответственно там где например клиенты нам что-то передают клиентские файлы и они нам вместе с файлами чтобы передали это идет в обход proxy в обход там каких-то контурных средств это могут быть если на вебе какие-то файлообменники это могут быть обновления которые в том числе могут нести в себе какие-то если взломанном случае вендор или ну я не знаю инфраструктура какого-то внешнего партнера это мог быть те обновления те штатные подгрузки какого-то кода на или патчей соответственно которые тоже принесли нам внутрь какие-то угрозы вплоть до хардварных закладок опять же здесь можно рассматривать третий вопрос я не помню какой там был я тоже не помню а да здесь здесь добавить наверное уже нечего коллеги много сказали способов то тысячи просто как-то это все обобщить я бы просто назвал те вектора атак которые обозначены в матрице метро в категории initial access то есть можно обобщить те способы это и фишинг через ссылку фишинг через приложение через уязвимость через аппаратное подключение через доверенное то есть для обобщения вот вот универсальный ответ да и добавим по поводу мониторинга мы тоже хотели добавить от себя у нас в банке для мониторинга сервисов сетевых сервисов через которые можно управлять нашим наш инфраструктурой развернутой системы типа балабит или бастион и поэтому ssh мы смотрим сможем проиграть собственно говоря на этой системе чтобы понять когда там начался началась эта сессия что передавалось какие команды в этом всем участвовали такой тоже в способ мониторинга состоишь возможен следующий вброс поскольку прошли сутки с момента заражения личного ноутбука председателя правления службы и бы не смогла восстановить доступ к данным ему предложили всего лишь резервный ноутбук председатель правления позвонил вам и потребовал оплатить выкуп вымогателем так как на ноутбуке находится его ценная информация архив всех фотографий его детей с момента рождения и резервной копии этого архива у него нет соответственно ваши действия с точки зрения данного его требования председателя правления нужно объяснить председателя правления что оплата словом ученикам не гарантирует то что твои файлы будет восстановлены более того известном случае когда первые версии шифровальщиков имели недостатки в своем коде и в принципе не существовало дешифратора для тех файлов которые не зашифровали типа на крае на самом деле в данном случае если стоимость выкупа она сравнима существенно меньше стоимость ущерба можно заплатить в некоторых случаях это может приводить приводить дешифровки естественно это необходимо принять меры по причине такой ситуации в будущем можно также использовать можно попытаться восстановить данные используя лаборатории по восстановить данных жестких дисков но это все ситуации которые маловероятны ну как дадут положительный результат ну и очевидно что новым рэнсом и при лечении специалистов и специалистов лаборатории форензики на всякий случай я бы вспомнил что это все-таки личная просьба то есть это не то что мы делаем в рамках обязанности сок но поскольку哥 председатель уже ходи практически как себе домой то мы бы явным я бы выделил одного из специальной специалистов для того чтобы он помог из средств председателя правления выполнить эту оплату например купить необходимую сумму биткоинов и так далее то есть то в чем председатель правления может быть и не разбирается но еще раз напоминаю это личная просьба которую мы делаем вне рамок своих банковых обязанностей перед тем как платить кому-то выкуп даже за счет личных средств председателя правления необходимо сделать контрольную проверку того, что данные действительно будут восстановлены. В принципе, чаще всего злоумышленники расшифровывают какой-то кусок данных, показывая свою возможность расшифровать его. И только после этого, но опять-таки, это личные данные, это личное решение, которое будет принимать председатель правления. Мы в данном случае только рекомендовать ему что-либо можем. Несколько действий. Первое, в любом случае, копию нужно оставить, потому что, возможно, через какое-то время появится дешифратор, например, через полгода, через год, и можно будет все-таки расшифровать. Во-вторых, еще можно посмотреть, пошерстить, погуглить, возможно, это известный вирус, и люди уже сталкивались, и кто-то платил, и это было бесполезно, много денег потратили впустую. А может быть, наоборот, кому-то удалось расшифровать. Ну и еще нужно отметить, что мы, как бы представили, правильно, что мы лично этим занимаемся на личном контроле, как бы в порядке частной помощи. Вот, можно попробовать заплатить даже из личных средств и посмотреть, что получится, там, заработать награду, опять же, поднять вопрос, как бы выделение, пользуясь знакомствами тесным уже. Попросим председателя правления не паниковать. Спросим, вряд ли он делал фотографии на свой ноутбук, возможно, он делает на какие-то девайсы, у него что-то есть в iCloud, а может быть и все. Или, если он делает на фотоаппарат, то можно попробовать восстановить данные с флешек, которые зашифровались, по-любому не все. Часть можно восстановить и посмотреть, что получится и хватит ли полноты информации, чтобы удовлетворить потребности председателя правления. Я обратил внимание на два момента. Первое, никто не упомянул взлом через незащищенный Wi-Fi, проникновение, собственно, возможно, вредоноса внутрь сети, хотя Wi-Fi ранее упоминался. И второй момент, ни у кого не прозвучала идея, что вредоносный код попал с личного ноутбука председателя правления, который он принес на работу, и который он включил, и который мог подцепиться к Wi-Fi и заразить внутренние ресурсы. Это тоже не прозвучало, это достаточно популярный сценарий. И еще один момент, который не прозвучал, на мой взгляд, про мониторинг энпоинтов, на которых трафик расшифрованный. То есть там зашифрованного нет ничего, и, соответственно, мониторить можно попробовать там. Попробовать, подчеркиваю, там далеко не всегда это, конечно, работает. Ну и у нас последняя ситуация. Мы уже подходим плавно к финалу. 25 октября, это суббота. Вы находитесь вечером у себя на даче, у камина, с бокалом коньяка. Получаете по электронной почте приглашение на выездное собрание топ-менеджмента, который уже действительно вас знает очень хорошо в лицо. И вас просят в течение пяти минут на этом совещании, на котором будут обсуждаться не только вопросы кибербезопасности, рассказать, что происходит с кибербезопасностью и что надо сделать. Соответственно, вам сейчас надо подготовить ключевые тезисы по произошедшим за неделю событиям, вашим выводам по мероприятиям, которые происходили, которые вы делали. И, собственно, что надо сделать, чтобы ситуация не повторялась в следующий раз. У вас всего пять минут, на самом деле, возможно, у вас будет даже меньше минут, поэтому вам надо сейчас подготовить ключевые тезисы, а я засеку время, в течение которого вы будете отвечать. Ну что, коллеги, опыт этих двух недель показал, что, в принципе, с безопасностью у нас не все так плохо, мы готовы реагировать на инциденты и реагируем достаточно своевременно. Другое дело, что нужно смещать фокус реагирования на предотвращение. Мы сейчас проработаем над ошибками и через неделю придем к вам с готовым роадмапом, что бы надо улучшить в нашей инфраструктуре для того, чтобы такое не повторялось впредь. Ну и сколько денег на это потребуется. Поэтому надо готовиться бюджетировать. Опыт этих инцидентов показал, что не очень хорошо наши пользователи, даже высокопоставленные осведомлены о проблемах информационной безопасности. Да, наверное, нужно провести в рамках корпоративного обучения несколько мероприятий по повышению осведомленности. Опять же, программу мы подготовим и предоставим. Очень нужно улучшать взаимоотношения с прессой. Нужно сделать так, чтобы корреспонденты зависели от нас, чтобы они обращались к нам за комментариями. Соответственно, в случае инцидента, чтобы они сперва спрашивали у нас, а еще желательно, чтобы мы с нами согласовывали. Решается это достаточно легко, потому что тем же самым корреспондентам нужна наша помощь в комментировании каких-то событий. Как поработать, это мы с пресс-службой тоже готовы эту проблему решать. Кроме того, нужно понимать, что сейчас увеличивается объем атак на банке. Мы будем сталкиваться с ростом инцидента. Уже сейчас мы не очень своевременно реагируем на атаки. Дальше будет хуже. Нужно наращивать компетенцию нашего сока. Возможно, действительно выводить его из состава IT-подразделения, создавать как самостоятельное подразделение. Причем, возможно, мы сможем даже оказывать услуги на рынке информационной безопасности для других банков. То есть превратить из чисто затратного подразделения в подразделение, которое зарабатывает для банка деньги. Минута сорок пять. Очевидно, что мы находимся у камина с бокалом коньяка. Нужно взять с собой направление запас топлива, чтобы правильно прошло успешно. Если серьезно, то у нас наверняка покажем инцидент, сформирован отчет, в котором есть маленькое summary для высшего руководства, которое можно использовать для доклада высшему руководству, в котором указана калькуляция и оценка ущерба, которую понес банк по итогам этих всех инцидентов. Если этого нет, то необходимо будет членам правления перевести инцидент в бизнес-термины, то есть использовать, как это повлияло на доходность банка и другие KPI, которые мы используем для деятельности банка. В том числе показать, что те средства, которые мы купили у них, они эффективны. Если сможем посчитать ROI, то вообще отлично. Как вариант, можно предложить для следующего заседания провести в формате штабных учений пригласителей этого известного спикера. Коллеги предлагают еще технические меры. Это внедрение 802.1x для беспроводных сетей. Также можно проинформировать руководство о принятых нами действиях, взаимодействии с PR-службами. То есть какие в последнее время выходили статьи в СМИ, насколько наш образ нашего банка освещен в СМИ. Ну вот, основные моменты такие. Еще плюс самое основное, что для меня, как руководителя этого направления, это быть руководством в необходимости развивать собственную службу ИБ, и отказа там где-то оправдана от аутсорсера. Спасибо. Тоже 1 минута 45 секунд. Я хотел бы обратить внимание, коллеги, что мы ждем не рассказа о том, что надо сделать, а представьте, что здесь правление сидит, и вам надо рассказывать правлению, что вы делаете, что произошло и так далее. Сейчас расскажем по поводу проблем с сайтом, что мы сделали, какие уроки. Мы правление. Да, вы правление. То есть у тебя прямая речь должна быть сейчас. Друзья мои, поскольку у нас были большие коммуникации с прессой, наша разведка уже донесла, чтобы они решались более оперативно. У пресс-службы должен быть готов ящик просека. И тогда проблем с одной известной газетой возможно не будет. либо меньше их будет. И, безусловно, мы подготовим roadmap по этим инцидентам и предоставим через неделю подробную перечень мероприятий, которые мы запланируем провести с ожидаемым результатом. Благодарю. Спасибо. Быстрее всех. Коллеги, я еще раз обращаю внимание, что вас пригласили рассказать о том, что произошло и что надо сделать, чтобы этого не происходило. То есть подразумевается, что вы уже должны подготовить план мероприятий. Краткий отчет за неделю, он достаточно показательный с точки зрения вопросов информационной безопасности. Хочется подчеркнуть, что данная неделя показала, что у нас с информационной безопасностью не все так плохо, а очень даже и на уровне соответствует уровню развития бизнеса в целом. Тем не менее, краткий отчет. Мы столкнулись с вопросами утечки персональных данных, сценария реагирования на данные проблемы, взлом нашего интернет-клиент-банка и проблемы с Application Security и цикла SDLC, то есть нашего, скажем так, безопасного патчинга и обновления наших прикладных систем. Показали, насколько эффективно мы можем взаимодействовать с регулятором, насколько быстро мы можем обмениваться информацией по угрозам с комьюнити банковской сферы. Был кейс на уровне руководства, показательный по поводу важности внедрения концепции Biot и защиты личных девайсов, которые мы используем в нашем бизнесе, в том числе на уровне нашего руководства. Мы на себе ощутили, что такое петь его на крае, что для нас до этого раньше было только звуком, но, тем не менее, мы столкнулись с кейсом шифровальщика и элементы кризисного управления, тогда, когда созывали комитет для взаимодействия со СМИ и реакции на те публикации, которые происходили в ходе указанных сценариев, опять же, показали оперативность и профессионализм нашего здесь взаимодействия. Что касается выводов, которые можно было сделать за эту неделю, у нас есть подробный отчет по каждому из кейсов, какие убытки были понесены, качественно репутационные и количественно в денежном выражении, есть план мероприятий, которые мы провели, и те выводы, которые мы сделали на будущее, есть ряд определенных нюансов, которые стоит нам учесть, и это в том числе такие стратегические действия для увеличения скорости реакции на определенные инциденты, это выводы подразделений информационной безопасности из-под службы IT. Как наше предложение, есть опять же детальный план введения этого в жизнь и те бенефиты, которые мы получим с точки зрения именно бизнеса, проведение также процедуры повышения осведомленности в области кибербезопасности, то есть повышение нашей киберкультуры на уровне пользователей, на уровне менеджмента, да, ну и обновить наши другие планы кризисного управления, в том числе показалось, что работает наша ситуация работы со СМИ по утечкам, но у нас есть также другие кейсы, которые нужно оттестировать, чтобы у нас здесь все было в целом на уровне, и мы не приостанавливали свою деятельность. В целом все, спасибо, надеюсь, мы более подробно на экспертных комитетах рассмотрим каждый кейс. Спасибо, три минуты. События недели показали, что наш банк столкнулся с рядом инцидентов информационной безопасности, их анализ показал, что проблема больше лежит в организационно-правовой области, чем в технической, соответственно, рекомендациями по повышению уровня защищенности будет повышение осведомленности работников банка, повышение осведомленности в области ИБ пользователей самого интернет-банка путем подготовки соответствующих памяток, инструкций, размещения их на сайте для пользователей, ознакомления сотрудников, проведения, возможно, каких-то тренингов соответствующих, в том числе касательно пользования личными устройствами и взаимодействия этих личных устройств с корпоративной сетью. Также необходимо уделить внимание регулированию отношений с подрядчиками, которые предоставляют облачные услуги и иные услуги, с тем, чтобы была прописана в документах, в договорах их ответственность, в том числе за решение вопросов информационной безопасности и вообще разграничена эта ответственность между, собственно, нашей организацией и нашими подрядчиками. Также необходимо проработать сценарии для колл-центра реагирования на определенные запросы со стороны пользователей в части инцидентов информационной безопасности, потому что, как показала ситуация, они не всегда оперативно и качественно могут отработать эти запросы. И, соответственно, также необходимо уделить внимание взаимодействию с пиар-службой и пиар-службой со СМИ, подготовке каких-то пресс-релизов уже, отвечающих определенным типовым ситуациям, возможно, и, в целом, выстраивание отношений со СМИ. В целом все. Спасибо. Две минуты. Как показала прошлая неделя, у нас случилось очень много неприятных инцидентов в части и IT-инфраструктуры, и кибербезопасности, но существенного влияния на бизнес эти инциденты не оказали. То есть финансовых потерь мы особо много не понесли, в основном это были потери репутационные. Поэтому бояться, в принципе, нечего. Но, как показала практика, у нас есть место, куда двигаться, и в связи с предыдущими событиями рекомендуем, точнее не рекомендуем, а будем, больше внимания уделять обучению сотрудников в плане кибербезопасности, обучения тому, что такое фишинг, как его получать, как не заразить свой компьютер, как действовать в случае, если что-то случилось, и также необходимо наладить коммуникации между пользователями, сотрудниками нашего банка и службами информационной безопасности. После проведения обучения проведем КШУ, чтобы убедиться, насколько наше воздействие, наши методы обучения производят влияние на сотрудников. Необходимо увеличить, усилить процесс vulnerability management, чтобы мы были в курсе текущих уязвимостей всех в нашей инфраструктуре. Также необходимо уделить внимание работе с прессой, чтобы не было таких ситуаций неприятных, как с газетой «Коммерсант». Также необходимо внедрить и выстроить процесс обработки утечек информации. Необходимо контролировать эндпоинты, выстраивать взаимодействие с регуляторами в сфере информационной безопасности и обучить наши колл-центры на взаимодействии с внешними клиентами, чтобы у них как можно меньше возникало вопросов и паники в связи с случившимися инцидентами. Также необходимо произвести внедрение процессов автоматизации для уменьшения времени реагирования на инцидент. Большое спасибо. Надеюсь, в следующей неделе пройдут более гладко. Спасибо. Мы завершили наше киберучение. У нас сейчас будет подведение итогов. Спасибо всем за участие, Алексей, за подготовку. Было интересно послушать. Наверное, пару аспектов хотелось бы выделить. Все-таки, когда идет доклад о каких-то вещах, которые вы рассказываете, что я оценивал, за что как-то двигал оценки вверх-вниз, хочется увидеть логику. То есть, когда приходят рассказывать о какой-то проблеме, хочется понять, что случилось, почему случилось, как это закончится. И это в некотором структурированном изложении, которое вызывает доверие с точки зрения «Из конца в конец, end to end эта проблема будет закрыта». Только, наверное, последний конкурс, он в этом смысле давал возможность изложить мысль из конца в конец, не в режиме добавлений к предыдущим ответам. Может быть, вот это нужно поправить. Потому что очень хотелось услышать логику ответа. Не выборочные какие-то, а отрывистые факты, а как понять, что проблема решена, что выявлены все первопричинные последствия и что других нет. Ну и последнее, для меня самые, наверное, там были хорошие, яркие моменты, когда там выцепляли там раньше или поздно, там практически все поназывали, да, что мы здесь там с коллегами обсуждали, что придумывалось. Самая, наверное, слабая история, на которой как-то, ну, непонятно, и надо как-то, наверное, над этим работать, и это правильный последний конкурс, да, то есть вот этот репортинг, ну, ребята, с такими докладами можно даже не ходить. Коллеги, многие же бывали, вы же знаете, как это бывает, как бы, это гораздо по-другому, по-другому и бывает, да, вот, тем более, когда повод похода на доклад не такой радостный, поэтому, ну, вот, эта часть работы, человека, которого вызывают на такие беседы, но она должна быть гораздо более структурированная, гораздо более подробная. Спасибо. Я, помимо ответов, вообще оценивал, насколько участники команд, как по отдельности, так и целиком в сообществе, да, вообще слушают наше выступление как регулятора на конференции. С одной стороны, очень радостно, что основные мысли процентов на 70, они все-таки долетают, да, и усваиваются, вот, а остальные 30, они либо не усваиваются, либо забываются. Эти вещи я тоже учитывал при оценке своей. Это очень важно. Почему? Потому что, как раз было сказано, взаимодействие, по-моему, Сбербанк говорил, взаимодействие с регулятором, да, и бизнесом. Это, кстати, одна из составляющих успеха и эффективности. Поэтому здесь, так или иначе, я обязан был для себя поставить такие определенные вещи, да. Ну, и опять же, поддержу Алексея. В каждом кейсе в ответе хотелось бы все-таки прослеживать логику определенную, последовательность действий. Почему? Потому что все, что вы делали, решая каждый кейс, должно было потом войти, насколько я понял задумку, в ваш разговор с топ-менеджментом последовательно. То есть топ-менеджменту нужно понять было, что вы делали и на том языке, на котором он это понимает, да, или они, условно говоря. В любом случае желаю успеха. Идеально никогда ничего не бывает. Надеюсь, вы на конференциях будете нас больше слушать и внимательно. Всем успехов! Скажу несколько слов в защиту участников. Да, было не совсем логично, но было не очень, ну, по многим сценариям, но и критерии оценивания-то были, на самом деле, не очень понятны, да. Вот нужно было, во-первых, сказать быстро, во-вторых, уметь что-то дополнить. Тут в этой ситуации и нельзя было повторяться. Логики-то, на самом деле, тоже тяжело выстроить какую-то логическую цепочку, поэтому здесь проверялась и такая изощренность в профессионализме, что-то, как говорится. Мне понравилась находчивость команд. Удачи вам, спасибо. Надеюсь, что еще не раз мы в таком поучаствуем. Какое резюме? Тяжело. Многих поувольняют. Особенно, значит, подразделения по информационной безопасности. СОК отработал хорошо. Кое-кого повысят. Жена ушла у большинства. Тюрьма нам всем светит с вами, да, прокурор не за горами. Что касается самих инцидентов, обратил внимание на то, что мало кто из вас и не сразу далеко обращали внимание на потенциального внутреннего нарушителя, да, искали нарушителя снаружи. Но это не совсем корректный подход. Вот. И то, что мы на выходе поимели, да, это то, что лазейка была проложена от злоумышленника до наших систем через нашего топа. Это вполне реальный. И, значит, один из самых простых вариантов, немногие про него вспомнили. Вот. Про это надо всегда иметь в виду, что, значит, злоумышленника в первую очередь внутри надо искать. Вернее, нарушителя в первую очередь надо внутри искать. Про ПТ-атаку, опять же, не все вспомнили и далеко не сразу. Это тоже иметь надо в виду, учитывая, что у нас довольно успешный банк. Ну, а в остальном все, значит, решения принятые были вполне корректными. Большинство, вернее. Вот. И надеюсь, что с прокуратурой у нас все своими будет нормально. Все честно посчитали. Я бы отразил только один интересный факт. То, что, несмотря на то, что, как бы, каждый оценивал по-своему, по своим критериям, и мы сводили оценки всеобщей, в принципе, есть некоторое единообразие, да, там оценки отличаются, как сказал Алексей, действительно не сильно, да, то есть вот там по местам, то, что мы сейчас расставили. Что говорит, в принципе, наверное, о общем некоторой объективной картине. И то, что получилось, ну, можно считать действительно нашим общим решением жюри. Коллеги, жюри посовещалось и выбрало три команды победителей. Третье место поделили между собой команды «Рускада Сек» и «Стейхолдер». Второе место занимает команда «Киберкомандос». И первое место занимает команда «Сбербанка». «Стейхолдер» «Отдиректор» «Остейхолдер» «Отдиректор» Продолжение следует...